Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, то я проведу традиционный для этого дня вебинар в 16.00 по московскому времени. Если есть физическая возможность, друзья, присутствовать, буду рад вас всех видеть. Тем более, что тему этого вебинара определяете вы. В нашем телеграм-канале мы запустим голосование, предложим совершенно разные топики, которые можно будет сегодня обсудить. Та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, первая торговая сессия новой недели. Сегодня мы следим за данными по индексам делу активности в сфере услуг Англии в 9.30 по GMT. Отчет выйдет также в это же самое время, будет публикован композитный индекс, который совмещает и промышленность, и сферу услуг. Учитывая то, что британская валюта оказалась под давлением после значительного укрепления курса американского доллара в пятницу, я предлагаю сегодня фунту дать последний шанс реабилитироваться. Если мы поймем то, что даже несмотря на выход сильных отчетов все-таки фунт не может оказать какое-то достойное сопротивление доллару, то тогда идея покупки британская валюты будет отложена на какую-то далекую, ну или не очень, в общем, посмотрим перспективу. Также в 15.00 по GMT сегодня будет отчет по HSM в активности в сфере услуг. США важный индикатор для американской экономики. Но после пятничных данных по Non-Farm Perils, я думаю, что ни у кого уже нет сомнений в том, что американскую экономику ждет очень мягкая посадка. Рынок труда сильно прогрессирует, в целом можно сказать, что прогрессирует вся экономика за счет роста деловой экономической активности во всех секторах, поэтому у Федрезерва нет абсолютно никакой необходимости сейчас активно вмешиваться в происходящее на рынке, особенно когда вот этот рост экономики создает условия для усиления инфляции, которые Федрезерву все еще нужно бороться. Индекс доллара текущей котировки 103.90. Напомню, что на прошлой неделе состоялось заседание ФРС, ставку оставили на прежнем уровне 5,5%, уже четвертое заседание подряд. Очень много было сказано про то, что ключевой задачей для регулятора является борьба с инфляцией, был достигнут значительный прогресс, но в текущих условиях лучше сохранить ее на том уровне, на котором она находится. Не обсуждался вопрос повышения, ставки, но и, разумеется, не обсуждался вопрос ее о снижении. Важно, Паул во время пресс-конференции обозначил единственное условие, при котором американский регулятор готов перейти к раннему смягчению экономической политики. Это значительное ухудшение ситуации на рынке труда. Сейчас уже, когда мы имеем возможность проанализировать данные по Non-Farm Perils, мы можем сказать, что этого ухудшения не произошло. Поэтому, в принципе, после пятничных данных мы должны быть еще больше уверены в том, что ставка ФРС останется на текущем уровне еще какой-то, возможно, даже продолжительный период времени. Поэтому индекс доллара, который мы рассматривали как инструмент, который продолжит вот это монотонное восходящее движение, он сохранит эту траекторию. И я думаю, что в ближайшие недели мы будем говорить уже о потенциале тестирования сопротивления 105 пунктов. Рынок труда 353 тысячи новых рабочих мест, почти вдвое лучше, чем прогноз. Уровень безработицы ожидалось, что снизится, точнее вырастет с 3,7 до 3,8 процентов, но он остался на отметке 3,7 процента. И, возможно, самый важный компонент этого отчета – динамика роста заработных плат. Очередное повышение, годовой показатель вырос с 4,1 до 4,5 процентов. Соответственно, рост заработных плат – это буст для показателей инфляции. И из-за того, что вот эти инфляционные риски сохраняются, о чем, собственно, говорил ФРС, мы понимаем, что лучше, конечно же, сейчас ставку держать на текущей отметке. Что у нас по инструменту FedWatch Tool? Вероятность снижения ставки в марте уже 17 процентов. То есть, по сути, можно уже и не обсуждать мартовское заседание, как то самое, когда может быть принято судьбоносное решение. Следующее заседание майское. Вероятность снижения ставки – 57 процентов. Поэтому на текущем этапе мы с вами ориентируемся на май, друзья, когда ФРС может пойти на снижение ставки. У нас куча времени до мая еще, поэтому будем удерживать длинные позиции по индексу доллара. Золото – 2032 доллара за тройскую унцию. Хай был – 2065 долларов за тройскую унцию. Но те, друзья, кто пошел в Аббанк, рисковал, к сожалению, это было не совсем то решение, которое должно было бы способствовать улучшению настроения под конец недели, потому что на фоне роста американского доллара рынок драгоценных металлов перешел к коррекции. Что дальше? Сантимент указывает на то, что есть очень высокая вероятность развития нисходящей динамики. И здесь также стоит отметить, что после данных по Nonfarm Perils в пятницу очень сильно выросли доходности американских облигаций. Сейчас это уже 4,06%. Это много. При такой доходности снова будет вот этот перекос интерес, скажем так, институциональных инвесторов в пользу долгового рынка США, а не рынка драгоценных металлов. Поэтому раз у нас не удалось выбить в моменте цель максимума по золоту, нужно считаться с текущим фундаментальным фоном. И я думаю то, что золото в текущих условиях и после Nonfarm в пятницу теперь имеет куда больше вероятности для развития нисходящей динамики. Поэтому в следующей цели теперь стоит обозначить снижение золота в районе 2000 долларов за тройскую унцию. Доллар иена 148.50, максимум 148.88. Здесь мы стали ближе к нашей толкосочной цели 150 и туда, собственно, и придем. Еще раз, после пятничных данных по Nonfarm Perils, контраст монетарных политик, о котором мы с вами уже много раз говорили, это то, что ФРС намерен сохранять высокую процентную ставку, а вот Банк Японии из-за значительного снижения инфляции не готов отказываться от стимулирующей политики. Сейчас это тот фонд, который создал идеальный эффект и базу для развития стремительного роста, мы его и наблюдаем. Восходящее движение практически неизбежно, этому не противоречит и сантимент. В целом, новостной фон я предлагаю держать длинные позиции с целью 150, ну, а там уже видно будет. Если найдем основания для валютных интервенций, о них поговорим. Но 150 – это открытый путь и меньше сопротивления. Британская валюта 1.2607. Еще раз, сегодня ждем данные по активности в производственном секторе и в сфере услуг. Сильная статистика, если она будет опубликована, а по прогнозам, скорее всего, так и будет, может оказать поддержку фунту. Но если мы поймем, что после отчетов британская валюта все же остается под давлением доллара, то тогда нужно будет отказаться от длинных позиций. И рисковые инструменты в плане их роста – это уже не самые лучшие сделки, опять же, в текущем новостном фоне. Доллар канадец 1.3475. Мы ранее рассчитывали на снижение позиции американского доллара. То, что канадский доллар мог бы получить поддержку из-за сильных отчетов по ОВП и производственному индексу, сейчас он такой. Рост доллара, как мы уже обозначили, опирается на сильный рынок труда в США, а рынок нефти, напротив, активно снижается. И в таких условиях эта пара тоже инструмент, который лучше фиксировать уже позиции и оставим его на перспективу ближайших недель. Вернемся, когда, может быть, будут более идеальные условия для открытия новых позиций. Рынок нефти – 77.66. Здесь в соответствии с прогнозом снижение продолжается и фон идеальный. Это, во-первых, признаки деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, запасы нефти в США, которые растут в сантимент. 82% трейдеров находятся в длинных позициях. И итоги заседания ОПЕК. Абсолютно никаких изменений ни в планах по добыче, ни в прогнозах по соотношению спроса и предложения. 75% – это цель, которая уже является каткосрочной. Для нее остается 2,5 доллара. И вполне возможно, друзья, что в рамках этой недели мы туда придем. И, вероятно, можно будет уже впоследствии замахиваться на снижение к более низким ценовым отметкам. И что касается американского фондового рынка, S&P 500 – 4.966 пунктов. Максимум был 4.996 пунктов. 4 пункта нам не хватило до нашей супер-долгосрочной цели, которой мы придерживаемся уже много месяцев подряд. Вопрос как бы в студию вам, друзья. Как вы думаете, стоит ли рассчитывать на тестирование психологического сопротивления 5 тысяч, либо это настолько, наверное, очевидный для рынка уровень, что, скорее всего, рынок туда и не придет? Я считаю, что пока можно подержать длинные позиции и все-таки в качестве ориентира придерживаться этой психологической планки. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!